31 октября 1983 года во время рабочей поездки по республике внезапно умирает руководитель узбекской СССР Шараф Рашидов. Официальное медицинское заключение – инфаркт. Это был уже его второй обширный инфаркт. Очень напряженная жизнь была, очень напряженные поездки всегда были. Однако внезапная смерть лидера Узбекистана породила многочисленные и зловещие слухи. Возможно, Рашидова убили, а может он сам свел счеты с жизнью. Есть версия, что Рашидов не скоропостижно скончался от сердечного приступа, это самоубийство, а то и убийство. Рашидова с большими почестями похоронили в самом центре узбекской столицы. Но всего через год из героя он превратился в преступника. В республике началось масштабное расследование. Вскрылись огромные приписки хлопка – главного сырья, которое поставлял Узбекистан. Дети узбеки, они фактически полгода не учились, они работали на хлопковых полях. В Советском Союзе на бумаге хлопка всегда собиралась гораздо больше, чем в реальности. За несуществующий хлопок из союзного бюджета шли колоссальные суммы, часть которых оседала в карманах местных чиновников. Подследствием оказалась вся узбекская элита. А самым известным фигурантом этого дела стал зять Леонида Ильича Брежнева. Я двое суток сидел в банке, они пересчитывали, а потом каждую купюру записывали после обыска. Главное преступление было совершено здесь, в Москве. Лично Брежнев наложил резолюцию. Все сыщики схватили за голову. В широком разбавке социалистического церевнования. Добрый вечер. Выкинем? Дорогие товарищи! Славу и награды Шарафу Рашидову приносил сбор хлопка. Из него, как известно, шьют абсолютно все. От рубашек до занавесок. И Рашидов давал хлопок стране. Что ни год, то новый рекорд по сбору. Внезапная смерть руководителя республики напугала многих. По Узбекистану поползли зловещие слухи. Малорашидов мог покончить с собой или стать жертвой неизвестных убийц. А вскоре начались аресты. И никто из узбекской элиты не мог чувствовать себя в безопасности. В начале 80-х на карте СССР появляются новые названия. Ижевск переименовывают Вустинов в честь умершего министра обороны. А город Набережные Челны на несколько лет получает имя Брежнев. Так, по советской традиции, чтили память видных партийцев. Человека, впервые приехавшего в город Брежнев, поражают раздольность, широта и большие расстояния. Сразу после смерти Рашидова многие были уверены, в Узбекистане в память о нем построят грандиозные мемориальные комплексы, которые станут местом паломничества трудящихся. Там хотели как раз в центре Ташкента его воздвигнуть. Ну, плюс там переименование улиц, площадей и так далее. Но покойный узбекский лидер не стал новой партийной иконой. Через год после смерти его самого и стиль его управления подвергли беспощадной критике на партийном пленуме. А за людей из команды Рашидова взялись московские следователи. Отец мне рассказывал после этого разбора. С Москвы пришел список лиц после смерти Рашидова, которые должны быть заключены в тюрьму. Во главе списка, говорит, стояла моя фамилия. А список, говорит, огромный. Анвар Адылов, сын Ахмаджана Адылова. Его отец был близким другом самых могущественных людей того времени. Леонида Ильича Брежнева и Шарафа Рашидовича Рашидова. Хлопковое хозяйство, которым руководил герой социалистического труда Адылов, в Узбекистане считалось образцовым. Но мало кто знал оборотную сторону жизни в подконтрольных ему кишлаках. Это страшный человек. Он создал некую свою империю. Он из колхозников сделал рабов. У него была своя тюрьма там. Ему подчинялась как бы своя милиция. Он просто издевался над людьми. Те, кто не мог выполнить силу, может быть, здоровья там, вот эти небывалые планы он давал. Те, кто не выполнял, он женщин заставлял там на колени становиться, избивал нагайками, кнутами, людей держал, гнобил там. Родные Адылова до сих пор настаивают, что монстра и людоеда из него сделала пресса. Но если глава хозяйства был совершенно безобиден, почему для его задержания в 1984 году пришлось планировать чуть ли не войсковую операцию? В Иргане дислотировались тогда еще, в советское время, воздушно-десантные подразделения армейские. Их привлекли даже вертолеты, БТРы, 80 километров. Вдоль дороги стояли солдаты. Это было настолько подготовлено. Адылов был арестован и провел в Бутырской тюрьме почти 8 лет. Но почему он так и не услышал приговор советского суда? И что же на самом деле произошло в Узбекистане? Как вчерашние герои в одночасье стали преступниками? Профессия хлопкороба весьма тяжелая и в наши дни. Хотя и появились специальные машины для сбора вот таких хлопковых коробочек. А в 20 веке почти все в этой отрасли приходилось делать вручную. Норма для взрослого человека 13 килограммов хлопка за смену. В 30-е годы на всю страну гремело имя Мамлокат Наханговый. 11-летняя девочка за смену собирала хлопка в 6 раз больше. В 1935 году Сталин лично наградил ее в Кремле. А в родном колхозе Мамлокат умоляли не повышать выработку. Ведь в этом случае норму увеличивали и для остальных. Практически вся одежда, которая, советская одежда имеется в виду, она была произведена из узбекского хлопка. Сегодня хлопок вместе с сольном и шерстью высоко ценится как натуральный материал. Но в советскую эпоху одежда из него была не очень популярна. А в 70-е годы в стране и вовсе случился синтетический бум. Все увереннее входит в нашу жизнь, в наш быт, большая химия. Все эти товары будут продаваться в специализированном магазине синтетика. Цвета ярче, одежда не мнется, правда искрит и еще в ней жарко. Нейлоновая рубашка. Не успеешь ее надеть и сразу потеешь. Никогда не забуду, что мы поехали на гастроли в Сибирь. Очень много концертов было, и чтобы не перепутать, мой гитарист прожигал на спине рубашку, значит, количество концертов, чтобы в ней не перепутали. Но рубашки и платья из синтетики, нейлона, капрона, кремплена, стоили куда дороже хлопковых. Пальто я себе смотрю. Не купила. А почему? Потому что дорогие все. А красивые котелы? Красивые, но дорого все стоит. Синтетические ткани в основном привозили в страну из-за границы. Отечественная легкая промышленность использовала хлопок, который в СССР называли белым золотом. Его главным поставщиком был Узбекистан. Гордость республики, слава республики. Хлопок. Его символ повсюду в наших городах. Потому что хлопок так же нужен стране, как и хлеб, нефть или металл. Было золото, был уран, но это было все значительно меньше. По сравнению с хлопком ничего такого особенного у Узбекистана не было. Расцвета отрасль достигла в 70-е годы при Шарафе Рашидове. Дела и планы узбекской мелиорации в центре забот партии кандидатов члены политбюро ЦК КПСС, первого секретаря ЦК Компартии Узбекистана, Шарафа Рашидовича Рашидова. Рашидов выходец из бедной крестьянской семьи. Его родители неграмотные крестьяне. Но сам он получил высшее образование, стал журналистом, а позже писателем. В 41-м Рашидов пошел добровольцем на фронт. Там получил свои первые награды – два ордена Красной Звезды. Он воевал с 1941 по 1943 год на Калининском фронте, был тяжело ранен, после этого комиссован и занялся, что называется, гуманитарной работой. В Узбекистане Рашидов возглавил сначала Союз писателей, потом Верховный Совет, а в 59-м пересел в кресло главы Республиканской Компартии. В 43 года невероятный и стремительный карьерный взлет. Объясняется это, с одной стороны, тем, что он действительно, что называется, работал, как было принято, при Иосифе Виссарионовиче. От зари до зари, от темна до темна, вот это советская тогдашняя практика работы. За все участки, на которые отвечал, он старался добиться результатов. В принципе, это способствовало тому, что карьера у него росла так быстро. При нем республика достигла расцвета в промышленности, науке и культуре. В Узбекистане появились новые крупные предприятия, научно-исследовательские институты, музеи и театры. При нем реально, просто реально Узбекистан стал ведущей среднеазиатской страной, не только в наших составе Советского Союза, но мне кажется, что даже и на Среднем Востоке одной из передовых интеллектуальных стран. Друзья Рашидова удивлялись и его поистине энциклопедической эрудиции. Он находил время для чтения даже на высоком партийном посту, а каждые выходные в семье первого секретаря обязательно смотрели кино. Это была своего рода традиция. У него очень хорошая семья. У него замечательная семья была. Моя супруга училась с сыном, единственный сын Шарла Фрошевича. Они учились в одном классе. Они очень скромная семья. И ведь они не выделялись ни от чего. Удивительно, как этот просвещенный руководитель мог стать строителем крупнейшей коррупционной пирамиды республиканского масштаба. Эта сеть опутала Узбекистан вдоль и поперек, сделав многих его жителей заложниками этой преступной схемы. Вы не представляете, что такое Рашидов. Вы въезжаете после казахских степей в станции Арысь, Розы и 3-4 портрета Рашидова. Въезжаете дальше, каждые станции, каждый полустанок Рашидов, Рашидов. Въезжаете в Ташкент, Рашидов, Рашидов, Рашидов. Это не то, что культ личности, это обожествление. Только вот ним бы не было вокруг головы. В Москве на это закрывали глаза. Рашидов был близким другом Брежнева. Он вообще умел дружить и находить подход к людям. Предыдущий руководитель страны также высоко ценил это качество Рашидова. Не случайно, что именно его, а не кого-то из членов Политбюро, Хрущев отправил на Кубу договариваться с Фиделем Кастро о размещении стратегических ракетных установок под самым носом у США. Успеху миссии способствовало то, что Рашидов сразу же расположил к себе кубинского лидера, и между ними завязались дружеские отношения, которые оба поддерживали на протяжении десятилетий. Шарка и Ташкент. Встретились старые друзья. Первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана товарищ Рашидов был на Кубе. Награды были страстью многих советских руководителей, и прежде всего Леонида Ильича Брежнева, который попал в Книгу рекордов Гиннесса как обладатель наибольшего количества орденов и медалей. В общей сложности к 1982 году их насчитывалось 114. Существует даже легенда, что китель генсека весил 6 килограммов. Награждать своих подчиненных Брежнев тоже любил. Шараф Рашидов получал ордена Ленина именно из его рук. В 70-е никто не сомневался, эти награды заслуженные. Одна коробочка хлопка весит всего 3 грамм. И сколько человеческих усилий требует эта рукотворная гора? Казалось, что для хлопкоробов Узбекистана не было ничего невозможного. Руководство страны уверенно спускало им все новые и новые планы. Нормальный хлопок высокого качества надо было собирать руками. Вот его-то и собирали все, по большому счету, дети узбеки. Они фактически полгода не учились, не работали на хлопковых полях. В центре требовал хлопок, хлопок, хлопок. План, план, план. Вот такой чертовый план тогда всех давил, душил и не давал жить в то время. Однако план, который давил, душил и не давал жить, полностью заслуга самого Шарафа Рашидова. Именно он обещал на самом верху выполнить невыполнимое. Шараф Рашидович имел неосторожность публично в 1974 году в присутствии многочисленных журналистов, гостей, трудящихся, и самого Леонида Ильича Брежнева сказать, что 4,5 миллиона тонн хлопков в год, которые выдает Узбекистан, это не предел. На что Леонид Ильич, как говорят, улыбнулся и сказал, а 6 не можете. Ну и Шараф Рашидович сказал, и 6 можем. Труженики Узбекистана решили дать родине в юбилейном году не менее 6 миллионов тонн хлопка. Весь руководящий опыт Рашидова говорил о нем как о профессиональном и эффективном управленце. Неужели он не понимал, что обещанные им цифры недостижимы? Пусть даже на поля выйдет все население Узбекистана, включая младенцев. Рашидов в таком случае взял под козырек. Если бы он не отчитывался от 6 миллионов хлопков, он бы не был первым секретарем. Главное преступление было совершено не в Узбекистане, оно было совершено здесь, в Москве, когда руководитель республики брал нереальные обязательства. В Советском Союзе на бумаге хлопка всегда собиралось гораздо больше, чем в реальности. О чем это говорит? О том, что значительная часть хлопка не существовала в природе. Он просто был приписан. В Узбекистане были сотни преуспевающих хозяйств. Но большая их часть существовала исключительно на бумаге, как и рекорды, которые якобы били узбекские хлопкоробы. Там любили создавать фальшивые колхозы. Там были люди, там аппарат, руководил какой-нибудь герой соцтруда и прочее. Но в реальности его вообще не было. Хлопок выращивали для фабрики заводов по всему СССР. Поэтому нити коррупционной паутины уходили далеко за пределы Узбекистана. В ряде случаев вообще приходили на предприятия Советского Союза с Узбекистана пустые вагоны. Но писали, что они полные. То есть уже Узбекистан получал документы, что все, хлопок сдали. Не только его взяли, собрали, но и сдали. 16 июня 83-го года Юрий Владимирович был единогласно избран на высшей государственной пост страны. Юрий Андропов, придя к власти после смерти Брежнева, сразу взял курс на ужесточение дисциплины. Вспомнить, например, проверки, когда люди какие-то, значит, комиссии ходили из бани, выгоняли людей в рабочее время, которые парились в бане. Или из кинотеатров. Вы были на работе, да? А вы знаете, где вас видели во время работы? Куда? Где? Да, где. А это что это? Что именно? Вот это, вот это, что это? Что вы имеете в виду? Вот это, вот это, что это? Мы проверяли людей, а почему вы сейчас, рабочий день, между прочим, почему вы в кино? А что у вас? Ах, больничный, ах, выходной? Но это еще надо проверить. О злоупотреблениях в Узбекистане новый лидер не мог не знать, и они не могли его не тревожить. Тем более, что хлопок имел важное значение и для оборонной промышленности страны. Хлопковое волокно, обработанное азотной кислотой, превращалось в нитроцеллюлозу. Горючее вещество. Важнейшая область ее использования – производство бездымного пороха. Он требовался не столько для огнестрельного оружия, сколько в качестве составляющей топлива в ракетных установках. Именно из-за стратегической важности хлопка как сырья уделялось повышенное внимание объемам его производства. Это сырье использовалось в оборонной промышленности. Порох тот же самый и другие взрывчатые вещества. Все делалось из хлопка, из узбекистанского хлопка. Просто это была засекреченная информация, и большинство советских людей об этом не знало. Международная обстановка в начале 80-х годов оставалась крайне сложной. А напряженность в отношениях Советского Союза с Западом дошла до высшей точки. Обсуждались планы по размещению в Европе новых видов ракет и ядерного оружия. Президент США Рональд Рейган в своем выступлении и вовсе назвал СССР империей зла. Говорилось о том, что бомбардировка начнется через 5 минут в виде шутки такой. Когда он там записывал одно интервью. То есть он-то шутил, но шутки-то эти воспринимались советским руководством вполне себе серьезно. Гонка вооружений не сбавляла обороты. И военной промышленности требовалось все больше хлопка. Настоящего, а не цифр, нарисованных в отчетах. В начале января 1983 года пришедший к власти Андропов сделал Рашидову устный выговор, фактически означавший предложение о добровольной отставке. Однако Рашидов отказался уходить. Он нашел поддержку в Москве у члена политбюро Константина Черненко. А через 10 месяцев глава Узбекистана неожиданно умер. Неужели, бросив вызов Андропову, он подписал себе приговор? Система власти в СССР была устроена таким образом, что отказавшегося уходить в отставку Рашидова Юрий Андропов не мог снять своим единоличным решением. Однако испускать историю с воровством в республике на тормозах он тоже не собирался. Так, в феврале 1983 года политбюро ЦК КПСС принимает вот это постановление о расследовании злоупотреблений в хлопководстве Узбекистана. Прокуратуре СССР поручено создать следственную комиссию. 27 апреля 1983 года за взятку в тысячу рублей был задержан с поличным начальник ОБХС УВД Бухарского областного исполкома Ахат Музафаров. Желая как-то облегчить свою участь, он начал активно давать показания. Началось все с ареста руководителя ОБХСС Бухарского УВД. А дальше пошло-поехало. По цепочке вышли и на руководителей УВД, и на партийных руководителей. Для многих было очевидно. Многолетнего правителя Узбекистана Рашидова от позора спасла только смерть. Скорее всего, главным фигурантом узбекского дела должен был стать он. Рашидов умер, как известно, в разгар этих самых проверок. Осенью 1983 года. Поэтому его к уголовной ответственности привлечь не получилось. Хотя доподлинно известно, что такие мысли у Андропова явно были. Так может быть, смерть узбекского руководителя была не случайной? В смертях вообще любого руководителя видят какие-то большие загадки. Любая смерть, она вызывает, ну, скажем, некие подозрения в том, что она неестественная. Есть версия, что Рашидов не скоропостижно скончался от нас, сердечно приступает на самоубийство, а то и убийство. И эти версии существуют, и они малодоказуемы, по большому счету, мне кажется. Сторонники версии о самоубийстве Шарафа Рашидова особое значение придают его встрече с азербайджанским лидером Гейдаром Алиевым. Она состоялась 26 октября 1983 года. Алиев якобы передал Рашидову неофициальное послание от Андропова. Могли ему намекнуть, что лучше бы он ушел сам из этой жизни. Люди с той закалкой, они, ну, примерно догадывались, что могло бы быть, если ты ослушаешься. Я допускаю это. Версия про самоубийство была запущена уже непосредственно организаторами этого дела, я имею в виду, комитетом госбезопасности, для того, чтобы дискредитировать его. Если человек застрелился или там повесился, утопился и так далее, то есть покончил с самоубийством, значит, он виноват в чем-то. Он не хочет, чтобы был над ним суд справедливый и так далее, чтобы скрылись. Вот для этого эта версия запускалась. Рашидову стало плохо во время рабочей поездки. Когда первый секретарь начал задыхаться, он попросил водителя остановить автомобиль. Вышел из машины, немного полежал в траве, но улучшение не наступило. Рашидова доставили в ближайшую больницу, где он и скончался. Рашидов тяжело болел, когда в 83-м году стало понятным, что ситуация вокруг хлопка назревает. Это закончится возбуждением уголовного дела. Он поехал на родину в Джизак. Его сопровождала бригада врачей. И по пути он скончался от сердечного пресня. Однако смерть руководителя республики уже не могла остановить набравшее обороты расследования. Команда столичных следователей работала в Узбекистане несколько лет. То, что эта командировка затянется на долгое время, ну, тогда настолько уже мы не ожидали. Единственное, мы знали, что едем работать в группу, которую возглавляли следователи прокуратуры Союза СССР Тельман Харенович Годлян и Николай Вениаминович Иванов. Эти фамилии во второй половине 80-х гремели на весь Союз. Если бы были все такие вот в прокуратуре работники, как Тельман Харенович Годлян, я бы думал, что давно был бы порядок у нас. И не то, что у нас в Узбекистане и по всему Союзу. Страну возглавлял новый лидер, с которым в то время связывали надежды на обновление и модернизацию. Михаил Горбачев начал перестройку и объявил политику гласности. Настроение людей меняется, общество все наше пришло в движение. Наш народ горой за перестройку. Перестройка и гласность – главные слова того времени. Произнесенные Горбачевым и подхваченные прессой, они ушли в народ. Как перестройка, как демократизация, как слова «гласность» объединили людей в ощущении необходимости поменять привычное. Плюрализм. Вы помните такое слово? Конечно, не помните. Его никто не помнит. А это разница и возможность разницы мнений. Каждый высказывает свое мнение. Все как будто очнулись от спячки. Вслух заговорили о коррупции и миллионных взятках. А начавшееся еще при Андропове хлопковое дело стало главным уголовным расследованием и самым громким судебным процессом Горбачевского периода. Политически новому союзному руководству требовалось обозначить четкий разрыв с Брежневской эпохой застоя. Вот статья из журнала «Огонек» от 1988 года. Называется «Противостояние». Следователи Тельман Гдлян и Николай Иванов пишут, что должности в республике продаются и покупаются. Что на взятке узбекская элита строит дворцы, а обычные люди живут в нищете. Это не первая публикация о хлопковом деле, но она самая резонансная. Авторы не только признают существование в СССР организованной преступности, они прямым текстом заявляют, тягчайшие преступления покрывались из центра. И впервые публично звучат обвинения в адрес Брежнева. Малон был главным покровителем Шарафа Рашидова. Следствие выяснило, с 1979 по 1985 год было приписано 5 миллионов тонн хлопка. За них из госбюджета республики выплатили 3 миллиарда рублей, из которых полтора было, по сути, похищено. Понимаешь, какие взятки были в Узбекистане? 200-300 тысяч. Вот чем они отличались от других регионов советского СССР. В 70-е годы средняя заработная плата, согласно статистике, составляла 120 рублей. Столько получал на руки инженер в советском НИИ. Так, товарищи, а где же ваша зарплата? Супружница. Семью. 300 тысяч рублей. Это его суммарная зарплата больше, чем за 200 лет. В Советском Союзе такие деньги просто не на что было потратить. «Жигули» стоили 7 тысяч рублей, а кооперативная трехкомнатная квартира – 10 тысяч. Деньги тогда не имели особой цены. И когда люди признавали себя виновными, они приносили нераспакованные конверты, нераскрытые, потому что их некогда было тратить просто. Ничего же нельзя было купить. Среди поголовной нищеты красовались шикарные дома узбекской номенклатуры. Московских следователей такой контраст поражал. Удивляли и результаты обысков. Деньги находили в подвалах, на чердаках. Их прятали в банках и закапывали в землю. Набивали купюрами матрасы. 40 километров от Ташкента, 83-й год, поселок Янгюль. Мы приходим на обыск, вытаскиваем матрас из-под матраса на матрасник. Где-то две трети – это деньги. 750 тысяч. Девчонки мы в банк сдавали. При мне я двое суток сидел в банке. Они пересчитывали, а потом каждую купюру записывали после обыска. Принято считать, что Брежнев якобы ничего не знал об этом. Его помощники докладывали не все. Однако, как выясняется, он был прекрасно осведомлен о ситуации в Узбекистане. А первые попытки навести там порядок предпринимались еще Николаем Щелоковым, брежневским министром внутренних дел. МВД разработала тогда масштабную спецоперацию и внедрила в республику своих людей. Ему дали по рукам Щелокову. Лично Брежнев наложил резолюцию на материалы, которые Щелоков ему принес. В распоряжение отправить это в Узбекистан на принятие мер, поскольку там сильная партийная организация. Все сыщики схватили за голову тех людей, которые были туда внедрены, их просто там поубивали. Щелоков на свой страх риск держал это в сейфе несколько месяцев, это решение, выводя людей из этой операции. Система взяток существовала на самых разных уровнях. Платя дань наверх, каждый участник этой схемы кормился со своей отчины. Сверху донизу, по всей цепочке. От узбекского совхоза до целого министерства. Люди были поставлены в такие условия, когда нельзя было не приписывать. Нельзя было практически, извините, уклониться из этой вот системы. Колоссальный зверь, я обсуществую. В 1986 году в деле появился новый, московский и особо важный фигурант. Доходит до ареста Юрия Чурбанова, бывшего первого заместителя министра внутренних дел. Всей стране он известен как дядь Леонида Ильича. Чурбанов был женат на дочери генсека Галине. Ему предъявили обвинение в получении взяток на колоссальную сумму – полтора миллиона рублей. На обыск бывшему замминистра следственная группа выехала с отбойными молотками, предвкушая богатую добычу. Однако самое ценное, что удалось обнаружить в его доме – мраморный бюст самого Чурбанова. Юрия Чурбанова называли счастливчиком. Случайное знакомство в 1971 году с Галиной Брежневой изменило его судьбу. Чурбанов всего за 10 лет из-под полковника вырос до генерал-полковника и первого заместителя министра внутренних дел СССР. Чурбанов – человек, я его лично знал, общался с ним, когда наказание отбыл. Он православный человек, очень одаренный. Но он в силу своего поведения, злоупотребление алкоголем, стал притчей воязыцев, которого Глян ненавидел. И Глян поставил перед собой цель Чурбанова посадить. С должности заместителя министра Чурбанов был снят в ноябре 1984 года. Ему же инкриминировали получение взятки именно от узбекских товарищей, чего на самом деле не было. Я с ним разговаривал, в том числе подробно, в течение нескольких часов. Он мне рассказывал всю эту историю с в том числе и узбекским делом. И на пальцах показал, что это дело яйца, выйденного не стоило, что это дело было с самого начала сфабриковано. В ходе следствия Чурбанов признал три эпизода получения взяток. 24 октября 1979 года Чурбанов получил откоримую взятку в сумме 10 тысяч рублей. Денег на сумму 90 тысяч рублей, халата с золотым шитьем и тюбетейки. Однако на суде от своих показаний отказался. Приговор вынесли суровый. Бывший замминистра получил 12 лет колонии. Историки объясняют, это был показательный процесс над брежневским окружением. Лишь только этим объясняется, вот почему с ним так сурово обошлись. Не был бы он зятем нашего дорогого Леонида Ильича, я вас уверяю, никому бы он не был интересен. Дело, начинавшееся как хлопковое, быстро вышло за пределы одной отрасли и даже Узбекистана. Оно стало одним из самых нашумевших процессов 80-е. Вот, мол, она, настоящая борьба с коррупцией. И вдруг внезапно сами следователи, которые вели этот неравный бой, оказались фигурантами уголовного дела. Методы следственной группы ГДЛЯ, наработавшей в Узбекистане, как вскоре выяснилось, не отличались новизной. Независимые комиссии, которые занимались расследованием уже их деятельности, пришли к выводу, что очень серьезные нарушения и законности были во время следствия, и очень многие люди пострадали совершенно незаслуженно. В столице на жесткие действия поначалу смотрели сквозь пальцы, но это не могло продолжаться бесконечно. Получают оперативную информацию, что в каком-то доме сделан тайник с золотом, например. Приезжают, бульдозер сносит этот дом, никого-то никого там нет. Сажали людей, которые оказываются впоследствии невиновны. Ведь мы же призывали неоднократно, чтобы они пришли сюда. Следователи отстранили отдела с формулировкой за превышение должностных полномочий, а впоследствии уволили из органов. Однако Гделян и Иванов с этим не согласились. Выступая со своими разоблачениями в прессе, они стали политическими звездами. Мы хотим изменить методы правления. Мы хотим, чтобы народ не был толпой и бараном для них, чтобы они правили так, как правили до сих пор 72 года. Правовой оценки действия группы Гделяна так и не получили. В 91-м году уголовное дело закрыли с формулировкой в связи с изменением политической обстановки. Косвенно это было равносильно признанию, что это дело связано не только с коррупцией. Некоторые исследователи считают, Андропов хотел разгромить партийную номенклатуру организации громких уголовных дел в одной из национальных республик, а дальше выйти на центральный аппарат партии и союзных правительственных чиновников. Узбекистан подходил для такой комбинации как нельзя лучше. Всю властную команду здесь подобрал Рашидов, один из ближайших друзей Брежнева. Андропов должен был расправиться с друзьями, товарищами, кумовьями прежней власти, то есть Брежнева. И поэтому полетели головы тех, кто с Брежневым был в особых отношениях. И Медуновы, и Щелоковы, и Рашидовы, и так далее, и так далее. Вот вся эта компания, которая ездила на охоту с Брежневым, Завидова, выпивали, парились в баньке, тудема-судема, он мягкий человек был, такой хороший товарищ Леонид Ильич. Ну, действительно был человек-то неплохой, по большому счету. Все это говорят. Ну, и он любил вот такие застолья, товарищей. Ну, не особо карал, не ругал. Поддерживал вот это дружество. Надо было с этим кончать. Раскрутившийся маховик уже было не остановить. Расследование по узбекскому делу продолжалось до 1989 года. Были допрошены десятки тысяч человек. Цифры разные там называли, сколько было привлечены. Вот мне вырезалась память такое, значит, что 27 тысяч было привлечено к ответственности. Одним из последних процессов в рамках хлопкового дела стал суд над Ахмаджаном Адыловым, правой рукой Шарафа Рашидова. Человеком, которого обвиняли не просто во взятках и приписках, а в измывательствах над колхозниками. В его деле было 300 томов. Слушания начались в 91-м. К тому моменту в СССР бушевали уже другие политические бури. Хлопковое дело отошло на дальний план. Страна буквально трещала по швам, а авторитет Москвы стремительно падал. Адылов чувствовал это и вел себя в духе времени. Председательствующего по его делу в Верховном суде на одном из заседаний он безо всякого стеснения послал по известному адресу. Его постоянно удаляли из зала за оскорбление суда. Он на «вы» в суде никогда не обращался. Он на «ты» обращался. Адвокаты обвиняемого умело затягивали процесс, рассчитывая, очевидно, что их подзащитный вскоре станет подданным другой страны, независимого Узбекистана. Так и случилось. Адылова спецрейсом доставили в родную республику, где его сразу же выпустили из-под стражи. Во время следствия фигуранты дела давали показания о причастности к коррупции людей из высшего руководства страны, в том числе членов Политбюро ЦК. Однако самым известным осужденным так и остался лишившийся влияния Юрий Чурбанов, бывший замминистра и зять Брежнева. Он и сидел в колонии дольше всех до 93-го года. Всех же, кто отбывал наказание в Узбекистане, президент республики Ислам Каримов помиловал 25 декабря 1991 года, в тот самый день, когда глава СССР Михаил Горбачев объявил о своей отставке, а сам союз перестал существовать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова